Всем привет, друзья! Это Влад, крутой акробат. Влад крутой акробат, как я придумал. И сегодня мы будем снимать, как делать заднее сальто. Влад меня научит, я надеюсь. Посмотрим, за сколько времени сможешь ты меня научить заднюю сальто. Я надеюсь, что ты способен и получится за 10-15 минут, но там уже посмотрим. Значит, это хороший результат, если будет так. Цель какая, ребят, значит? Научиться заднее сальто, при этом не рискуя, не получив никакие травмы, и получить максимум удовольствия от процесса. Итак, сначала мы будем прыгать в яму мягкую, потому что даже если он нападет на шею, я не думаю, что он что-то себе сломает, и это максимально безопасно. В общем, тогда что, начнем? Давай начнем. Короче, ребят, я тоже одену эту фигню. Надену или одену, не знаю как. Короче, потому что у меня вылетает колено из-за футбола, я вам рассказываю. Четыре раза вылетало, это очень неприятно. У тебя тоже вылетало, что ли, или как? Ну, у меня просто уже мениск подуставший был, и мне пришлось сделать ортроскопию на мениск. Не самое веселое, что было в моей жизни, но сейчас колено здоровое, и можно продолжать дальше херачить. Если ты совсем обезбашенный, просто псих, и ты готов делать сразу через голову, ты можешь, в принципе, это делать. Потому что там мягко, и ничего страшного. Но если тебе страшно, я считаю, что можно подготовить себя и сделать сначала через бочок немного. Что-то вроде вот того, если тебе страшно через голову делать, ты смотришь через плечо, и пошел туда. И это что-то наподобие заднего сальта, конечно, не идеально, но надо начинать с чего-то. Итак, разберем, как вообще этот элемент выглядит. Итак, три этапа. Это выпрыгнуть, набрать максимальную высоту, где ты будешь за счет поджатия колен и изначального маха рук, которые ты сдал на первом этапе, ты будешь себя перекручивать на третий этап, приземление. И выглядит все вместе, это вот так вот. Это заднее сальто. Три этапа. Прыжок, группировка, приземление. Запомнил все? Ну, прыжок, группировка, приземление. Но это все легко на словах. На словах очень легко, поэтому мы начнем сегодня делать в яму заднее сальто. Если тебе не страшно, ты обезбашенный псих, можешь делать через голову. Главное, не делай каких-то ошибок. Не сделай вперед его сейчас сюда, потому что не очень приятно, лицом будет падать, да. Я думаю, что ты как-нибудь так землишься, будет не самое приятное. А что надо сделать, чтобы все не удариться? Для начала, пока мы не сделали еще идеальную технику, можешь завалиться назад чуть-чуть. Только сильно назад тоже не сваливайся, потому что ты можешь скрутить его банально. То есть сначала нужно распрыгаться, да, как я понял? Да нет, вот ты стоишь и пошел. Блин, супермен, правда. А оттуда так тяжело вылазить, ребят, я уже попробовал. Я вон с той вышки прыгал, она метров пять, наверное, большая. Ну что, пробуем? Если тебе страшно, попробуй через бок, да, начало. Реально страшно. Можешь через бок, еще страшного-то не будет. Господи, спаси мою душу. Ну, кстати, это было стильно. Шучу, нет. Это было голго, да? Ты вообще испугался? Ну вообще страшно. Окей, первые попытки могут быть даже вот такими, потому что реально очень страшно взять и сделать сальто через голову. Мозг просто не готов к этому. Да вообще капец. Поэтому можно пробовать так, и каждый раз все больше через голову, все больше отталкиваясь вверх. Короче, доводить технику до ума. Но самое главное в этом деле это просто пробовать. То есть смотри, когда я выпрыгиваю, да, когда я лечу, я должен прижать колени? Да, ты должен их не прижать, а руками взять. А, руками даже? Вот, да. И прикол в том, что никогда не берите узкую группировку, потому что бывают приземления, допустим, вот такие вот. Коленом, да, в зубы? Да, вы можете просто банально встретить свое лицо об колено, и это не самое приятное. Я думаю, вставлять новые зубы, это не самое приятное удовольствие. Поэтому, ребят, старайтесь брать группировку широко к плечам. Группировка идет к плечам. Блин, мне стало еще страшнее. Эй, пацан, мы тут снимаем вообще-то. Уйди, тебя сейчас накроют большой гачкой. Ну, кстати, пошел неплохо, но что-то потом он передумал немного. Давай. Отлично. Давай. Вот так вот достаем наших бойцов из ямы. Делай все то же самое, что делал. Я тебя немного подкручу и прыгай назад. Сейчас будет заднее сальто. Раз, два, три. Ну, это было заднее сальто. Ему немного страшно самому делать, поэтому я ему помог. Он тогда сам и назад пошел. Я много видел разных вариаций первого заднего сальто в мире. Ну, это вообще шикарно было. Блин, ну это круто. Когда-нибудь мы тоже научимся. Надеемся сегодня. Оп, через бочок. Так, так. Что этот парень творит? Ну, кстати, неплохо. Если бы он в конце еще не разбился, так было бы вообще неплохо. Вот соберись в конце и дожми. У меня, короче, мозг уже привыкает к тому, что... Вот, вот, это и есть правильная работа. То, что хотя бы как-то, но ты это делаешь. Я уже не стал так сильно бояться. Потом, потом просто все ошибки по мелочи надо убирать. И у вас будет идеальное заднее сальто. Конечно, за один день мы не научимся идеальное заднее сальто. Но главное просто попробовать и начать это делать. Ну, кстати, он вообще старается делать планшом. Это неплохо. Возьмешь группировочку и будет вообще идеально. Следующий этап будет, он уже будет не просто делать в яму, а мы закинем вот этот красный мат и будет на него уже делать. На него тоже не так больно приземляться, но... Если лицом все-таки в кубике или лицом туда, есть разница. О, это была прекрасная попыточка. Мне реально понравилось. Это пока что лучшее из всех. Послушай меня очень внимательно. Постарайся, в общем, выйти вверх. Это понятно, что я немного откину. Но не так сильно, как ты откидываешься обычно сейчас. Все-таки вверх выйти, руки поднял, встретился с коленками и перекрутился. И постарайся в нужный момент раскрыться. Я знаю, это тяжело сделать, но я верю, он сделает. Начнем. Что это за человеческая личинка была? Нога хрустала. Ты жив? Да. Я жив, но нога хрустала. Это был приятный хрусталь или не очень? Это был не очень приятный. Это связка, короче, хрустала. Вот в этом и есть прикол, то, что, короче, нужно в нужный момент раскрываться. Все остальное. Теперь ты очень далеко делаешь, поэтому приземляешься. Не самым приятным образом. Было неприятно, да. Ну, нормально, более-менее. Короче, так получилось, что мы нашли реально талантливого паренька. И посмотрите, он за 10 минут реально показывает неплохую технику. Огонь. Это было неплохо. Короче, показываем результат за 10 минут. Пока что с моей помощью. Оп. Хороший. Встал. Три. О-о-о-о. Ты что, в двойную я хотел, пацан? Я тебя там перекрутил. Я тебе говорю, техника. Должно тело все работать. Опять далеко. Вот твоя та ошибка. Ну, все-таки немножко отлучилась. Ну, вечная ошибка. Не надо так далеко улетать. Еще раз говорю. Уже получше. Ну, еще, еще. Больше вверх, больше вверх дай. Еще раз. Подзаберись. Ноги почти ненормально. Разгройся в нужный момент. Кейнером не прыгай. Да, вперед сейчас ушел. Бедра вперед вытащил. Еще раз. Потихонечку. Еще раз. Все то же самое делаешь сам. Хорош. О-о-о. Просто, просто, питьик. Еее. О-о-о. Когда-нибудь я тоже так научусь. Все. 10-0. Ну что, друзья, вот и закончилась тренировка. Было жестко на самом деле. Необычный опыт такой. Первый раз Влад красавчик делает такие штуки. Видели? И двойные, и тройные сальто. Он с этой штуки большой. Вот. А у меня тоже немножко стало получаться. Да, более-менее так. Потому что первый раз там вообще было ужасно. Даже через год не мог сделать. Но, в принципе, сойдет. Если тренироваться каждый день, то можно и на полу уже начать делать спокойно. А так, друзья, спасибо большое за внимание. Подписывайтесь на контакты. На контакты, на инстаграм Влада. Будет ссылочка в описании. Интересные штуки. У тебя там видосы, да, интересные? Да, обязательно видосы, инстастори. Вообще, в целом, вся движуха, в которой я живу. У него очень круто. Если хотите увидеть его еще во влоге и вообще в видосах, то обязательно пишите в комментариях. Хотим Влада хэштег. И тогда он еще раз появится и покажет крутые штучки. Еще друг у него есть. Тоже крутой, да? Я думаю, если мы будем еще что-то снимать, обязательно Рома ворвется и Рома покажет, как надо делать. Так что все, друзья. Подписывайтесь на него, подписывайтесь на канал. Увидимся в следующем выпуске. Пока.